Близится Всероссийский день семьи, любви и верности уже в это воскресенье, 8 июля. Мы поздравим своих родных и близких с этим прекрасным праздником, который официально отмечается в нашей стране с 2008 года в честь святых, покровителей христианского брака Петра и Февронии. Что такое любовь, в чем секрет счастливой совместной жизни, как даже и до золотой свадьбы и многое другое. Пришло время взять это во внимание. Как будто пьем. Это же память. А как бы это было, да? Много даже с мамой, бабой, чай пью. Это самый последний. Мы регистрировались в Ангарском ДАКСе. Мы уехали на север к родителям сразу после армии. Мы туда съездили, познакомились и прилетели сюда. Подали заявление, зарегистрировались. Когда мы вышли, и нас уже поздравил депутат городского совета, такая полная женщина. И стоит заведующая ЗАГСом, или кто-то, она нас администрировала. У нас же много пар было. А мы в день-то какой? 14-го день Валентина, а 15-го в Встретине? Мы во Встретине. Он весной родился, а я зимой в ноябре. Встретились весна, зима с летом. И вот они стоят и говорят, эта пара будет жить долго. Я так вышла еще и говорю, говорю, что они так сказали? Мама говорит, да радуйтесь, что так сказали. ЗАГСом ПО Р acceleration ЗАГСом ПО Р Удачи, крепкой любви. Да, не волноваться, главное, как я. Мы, в любое, поздравляем! Субтитры создавал DimaTorzok Я всегда, на выборочном, принимая заявление, говорю, что никакая магия чисел, никакая луна, солнце не помогут вам сохранить те отношения. Если вы не будете друг друга слышать, слушать, друг другу уступать, трепетно относиться к своим чувствам, ну и, конечно же, не будете проявлять друг другу терпения. То есть все эти даты не помогут сохранить их союз. Без этого, это же зебра, жизнь зебра. То хорошо, то так тряхнет, тряхнет. Такая жизнь, начнешь с пальца закипать, и каждый десяток. И думаешь, господи, а сколько произошло за это? Это очень много. И 50 вместе, да. Все было, все было. И хорошее, но хладше, хорошее больше. И тоже и обиды были, и ругались, ну до развода. И не дрались ни развода. Так что все бывает в жизни как. Это очень давно было у меня, желание такое. Потом у меня мама приемного ребенка один взяла. И у тети четверо было. И мне как-то вот так, я это увидела. И я решила для себя, что когда-нибудь я тоже возьму приемных детей. Да, я переехала в Владивосток. Но здесь уже ближе намного, чем... Да, красавочка. То есть здесь уже намного ближе, чем если я бы с Владимиром поехала. Да, я прям летала за ним специально. Когда же я брала его в Владивосток, приехала, он же вообще про него рассказывал совершенно другой диагноз. То есть там было, раз вы его возьмете, вы пару операций сделаете, он пойдет. Все. Вот, то есть я ехала к ребенку, которому я помогу. То есть реально помогу поставить его на ноги. То есть три. Вот, а в основном, все диагнозы я узнала только здесь. Основной диагноз мы поставили только здесь, в Иркутске, в Анне-Матрюнинской. А когда там, мне сказали, ну здесь вот чуть-чуть не хватает там позвоночника. Я такая, да, как интересно. Но у меня смартфона тогда не было, планшет. Я начинала вот так вот листать. У меня как-то назло, нигде не ловился интернет. Я вот... Владивосток, он такой город... Горный. Вот. И я вот везде ходила, что-то ловила. И он как специальная информация у меня был, был вакуум. Но я, когда прилетела, я в первый же день подписала. То есть я сразу даже говорю, мне ничего не рассказывать. Я уже подписана. Вот. И вот это нам повезло и помогло обрести друг друга. Сложности только в одном. Это рассчитать, во-первых, свои ресурсы правильно, разумно, адекватно. И не брать на себя больше ответственность, чем ты можешь ее понести. Нет, если вы, например, хотите задать вопрос, было ли, например, хоть каплюшка сомнения, что зря я это сделал, нет, никогда. Такого нет. Я хотела бы сказать, что очень многие люди, которые в своей жизни не сталкиваются с такими ребятишками, но они думают, что это действительно особые дети, которых невозможно ничему научить, ничего привить. На самом деле это дети такие же, как обычные дети. И развиваются они так же абсолютно, по тем же законам, по тем же принципам, но только гораздо медленнее. И, естественно, надо больше усилий, больше труда для того, чтобы чему-нибудь их научить. Но тем сытнее тот результат, который мы получаем. И поэтому бояться не стоит таких детей. Главное – любовь, главное – терпение и усилие. Я работаю уже более 20 лет. И причем работаю с детьми-инвалидами не только находящимися в доме ребенка, но и с домашними. С детьми, живущими дома. И вот наблюдая за родителями в течение стольких лет, я поняла, что родители детей-инвалидов – это другие люди. Потому что находясь 24 часа с ребенком, который требует 24 часа внимания, заботы, труда, терпения, ты становишься другим человеком. У тебя просто меняется мировоззрение. То есть эгоист становится альтруистом, пессимист уже ищет что-то хорошее, положительное, в каких-то, ну, может быть, мелочах жизни даже, да? И начинает видеть что-то большое, положительное в малом. От такого ребенка получаешь очень много любви ответной. То есть вот даже твоя капелька какая-то заботы даст такой взрыв эмоций у ребенка, такую вот привязанность необычайную. И ты получишь столько радости, столько позитива от общения с ребенком. Для родителей хочется сказать, что им не надо застревать как-то в болоте бездействия. И вот в какой-то безрукой жалости, да? Я хочу сказать, что надо идти в мир, в общение, к людям как-то общаться позитивно. И все, все придет. Придет любовь, придет удача, придет радость от общения с ребенком-инвалидом. Динамика однозначно появилась. Я работаю уже 10 лет в этом учреждении и могу оценить состояние вот именно этого вопроса. Динамика положительная в сторону людей, наши россияне стали охотнее идти на детей. И как бы другие органы сопровождения этих детей тоже как бы ушли те препоны, те барьеры, которые может быть раньше были. Это радует, что детей стали как бы больше интересоваться, больше забирать детей. И у нас даже 5 детей, вот из-за последних 5 лет ушло детей-инвалидов в семьи. Это тоже, так сказать, уже неплохо. Ушел ребенок с тяжелым детским церебральным параличем. Ушли дети, двое детей с синдромом Дауна в семьи. Ну, не кровные, понятно, в такие. Так что вот есть динамика, конечно. Да, вот такие поступления у нас, скажем так, почти ежедневные. Ну, в общем-то, мы рады. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой главный подарок вам, любимый Васильев? Что вспоминаете? Что вам подарило? Какой подарок, кроме детей? Ох! Все мужики. Все отслужили. Как мы говорили, кирзовые сапоги. Ой, как родится так гинеколог у нас. Ну, там же район. Говорит, опять Люда, кирзовые сапоги. Так вот мы жили. Хорошо жили. Родился в детских семянских родителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот, видишь, как он везет. Вот такой красивый. В Ангарск подчасти переезжают люди на ПМЖ. Как в свое время сделали это мошедерные. Только в 2017 году Ангарский округ принял почти 4,5 тысячи человек. Диана Сиборова поддерживает свое жилье. На территории округа работают различные муниципальные программы. Для самых востребованных доступных жильев. Для решения жилищных вопросов на территории округа уже четвертый год действует муниципальная программа «Доступное жилье». На этой цели в 2017 году было выделено 77 миллионов рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, наверное, был там секрет, да? Я считаю... Не безразличен, как вообще. Не безразличен. Не надо быть безразличен. Мы когда пришли, говорим, что же вы не садите у вас. Не были садики, ничего же не было. Почему ничем? Они говорят, ой, все равно сломают. Ой, все равно все это порвут. Выкапываешь? Первый год у меня выкапывали. Сегодня высажу рассаду, утром выхожу, ничего нет. Первый год было так. И потянулись люди, стали свою рассаду нести. Представляете? Даже слеза прокатилась. А теперь, пожалуйста, все растет. И полисадик сделали, и ремонт выбили. Говорят, ну, нельзя выбить ремонт. А мы выбили. И сделали ремонт себе. И у нас хорошо теперь. Главное, вовремя остановиться. Одному кому-то надо обязательно уступить. Что-то обязательно. И в основном уступал он. Да. Все было, но уступал он. И буквально где-то через час, через полчаса отходишь, и все снова как будто так надо. Вовремя остановиться надо. А наломать дрова всегда можно. В любое время. Потому что бывают такие моменты, ты думаешь, все. А потом хорошо, все нормально. А сейчас живем, радуемся. У детей хорошо и нам хорошо. Вот самое главное, чтобы было хорошо у детей. Что такое любовь? Ну, сейчас-то это, можно как сказать, не скажешь, что любовь, как с молоду, да? Это никуда уже друг бывало без друга. Ну, а сейчас уже как-то, ну, не все время живут. А это уже, знаете, забота какая-то друг о друге. Это совсем уже другое. Вот надо таблетку дать, там что-то давление сметь. Рада? Уже сейчас забота уже. И то где-то, вот он пойдет на работу в ночь, да? Работает на СТК, на дежурство. Он приехал, он мне позвонит. Мой деда ехал. Я утром в 6 проснулась, я звоню всегда уже. Все нормально, ночь прошла нормально. Потому что у каждого давления, у меня был инсульт уже. И поэтому вот эта забота уже, она больше любить, я думаю. Да? Я считаю, что надо молодым все равно как-то первые особенно годы. Ну, бывает же, раз-раз разочеркнуть, потом переживать. А менять это вот так одно, другое. Красоты-то ее много, а души-то мало. Надо беречь, да. Я так думаю. Мама, кстати, согласна? Да. Начальник истин. Да, все, да. Это наш первый, последний. Может, еще маленький, посмотрите, как он так был. Это дедушка, как он был. Красиво. Дальше все выпуски. Да. А вот так, что ли? А вот так, что ли? Помните. Любви и верности. Ну, я думаю, что все люди должны любить друг друга, уважать и просто-напросто оценить. Жизнь это такая, какая она есть. Любовь это, ну, наверное, какое-то красивое чувство, которое должен испытать каждый. Ой, это семья, наверное. Любовь. Это когда понимают, уважают друг друга и жалеют. Любовь это все прощения, потому что, когда ты смотришь на своего близкого человека, ты понимаешь, что бы он ни сделал, ты ему простишь. Ну, человек, которого любишь, ради него живешь, стараешься что-то изменить. Взаимопонимание. Мне кажется, любовь, она есть у каждого человека самого рождения. И это нечто большее, чем просто чувство. Человек должен обладать вот вселенской любовью, любовью к этому миру. В фильме Марка Захарова «Формула любви» говорится, любовь – это готовность в любой миг отдать свою жизнь за другого. В Господь есть любовь. Любовь – это особое состояние одной души, которая, увидев что-то соответствующее в другой душе, испытывает некий такой вот восторг. Все видит только в положительном ключе. И это вдохновляет. Это, мне кажется, самая красивая энергия, созданная Богом в этой вселенной. Если говорить об отношениях между мужчиной и женщиной, любовь – это прежде всего принять человека таким, какой он есть. Таким, каким подарила судьба этого человека. Любовь – это когда отдаешь. Отдаешь не ради того, чтобы что-то получить взамен, не ради какой-то выгоды, а отдаешь просто так, потому что хочется. Мы присоединяемся ко всем будущим поздравлениям и желаем вам, уважаемые телезрители, как можно больше радостных и счастливых дней. И, конечно, любви. А на сегодня все. Увидимся ровно через неделю. Все вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»